Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие телезрители, в эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Осада Троицы Сергеевой Лавры в начале XVII века была не просто осадой монастыря. Это была битва за православную веру, за церковь, за православное Отечество. Россия в смуте. Предательство своих обретает масштабы национальной измены. Десятки городов пали под натиском интервентов. Поляки, литовцы, венгры. Они выступали, как воины Папы Римского, чтобы насадить на нашей православной земле Рима-католицизм. Казалось бы, Россия не устоять, но устояла Троица Сергеева обитель. И не только устояла, но и подняла народное ополчение Минина и Пожарского на битву за Россию. И сегодня мы предлагаем нашим юным читателям повесть об осаде Троицы Сергеевой Лавры в 1608-1610 годах в книге Владимира Петровича Лебедева «За святую обитель». Книга вышла в свет в издательстве «Отчий дом» в серии «Православная детская библиотека» и заняла свое место на нашей книжной полке. Драматические события истории, описанные в данной книге, учат нас, как следует дорожить своей верой, как нужно любить свое Отечество. Читая историческую повесть «За святую обитель», юные читатели узнают о героической 16-месячной обороне Свято-Троицкой Сергеевой Лавры, осажденной польско-литовскими войсками в сентябре 1608 года в ходе событий, известных в истории России под названием «Смутное время». Смута, то есть раздоры, беспорядки, явилась следствием династического экономического и политического кризиса в московском государстве в конце 16-го, начале 17-го века. После смерти в 1584 году царя Иоанна Васильевича Грозного у него осталось два сына – Федор, который унаследовал царский престол, и малолетний Дмитрий. В 1591 году царевич Дмитрий был убит в Угличе, а в 1598 году умер и царь Федор Иоаннович, последний представитель династии Рюриковичей по мужской линии. На царский престол взошел боярин Борис Годунов. С пресечением древней династии Рюриковичей оживились древние враги русского государства – Польша и Ватикан во главе с Папой Римским, желавшие подчинить себе земли Западной и Южной Руси с их населением, искоренить там православие и вести католицизм. В 1604 году их ставленник-самозванец, получивший в истории имя Лжедмитрия I, так как притязал на московский престол, присвоив себе имя покойного царевича Дмитрия, будто бы спасшегося после трагедии в Угличе, вторгся с войсками в русские пределы. В кризисной ситуации того времени среди русских людей не было единого мнения о том, кто является законным представителем царской власти на московском престоле. Самозванца поддержала значительная часть армии и боярства. Многие города без боя сдались Лжедмитрию. В разгар войны в апреле 1605 года скончался царь Борис Годунов, а через два месяца сторонники Лжедмитрия I в Кремле убили его сына и наследника царя Федора Годунова. Путь к русскому престолу для самозванца был расчищен. Он торжественно вступил в Москву, и 30 июля 1605 года в московском Кремле состоялось венчание Лжедмитрия I на царство. Однако не все русские люди признавали самозванца законным правителем. Через год после воцарения, в результате переворота, организатором которого был князь Василий Шуйский, в мае 1606 года Лжедмитрий I был убит. На московском престоле воцарился боярин Рюрикович по женской линии Василий Шуйский. Но война против Руси и православия продолжалась. Вскоре защитникам Отечества пришлось вести борьбу против нового врага, посягнувшего на русскую землю, русскую государственность и русскую веру. Новый самозванец Лжедмитрий II летом 1607 года заявил о своих притязаниях на московский престол. Не хотели упустить своего шанса в ослаблении русского государства и Польши с Ватиканом. Весной 1608 года он, собрав многотысячную армию, предпринял поход на Москву. Несчадно разоряя русские города, опустошая селения, войска самозванца в июне подошли к Москве. Но взять ее не смогли и встали лагерем в подмосковном селе Тушине. Навсегда в истории за Лжедмитрием II закрепилось прозвище «Тушинский вор». В сентябре польским воеводам Яну Петру Сапеге и Александру Лисовскому было поручено отправиться из Тушинского лагеря на север по направлению к Большой Ярославской дороге и захватить Свято-Троицкую Сергиевю Лавру, которая служила главным опорным пунктом для поддержания постоянного сообщения между Москвою и северными русскими областями, откуда в столицу поступало продовольствие и воинское подкрепление. Да и сама древняя Лавра, имевшая в своих сокровищницах богатую казну, казалась полякам заманчивой добычей. Троицкая обитель, как одна из самых старинных и наиболее уважаемых, имела огромное влияние на православный русский народ. Захватив Лавру, враги рассчитывали заставить ее настоятеля, архимандрита Иосафа, написать грамоту, в которую он признавал бы самозванца законным наследником русского престола. Тогда по замыслу интервентов и весь русский народ и Москва с остальными городами подчинились бы власти Лжедмитрия, но враги просчитались. Троицкие сидельцы, так называли участников обороны Троицкой и Лавры, проявили исключительное мужество и упорство, защищая православную веру и родные святыни. По словам историка Сергея Михайловича Соловьева во время обороны обители преподобного Сергия Радонежского, речь шла не о том, предаться ли царю Тушинскому от царя Московского, но о том, предать ли гроб великого чудотворца на поругание врагам православной веры. В смутное время свято-троицкая обитель предстала с толпом православия и русской государственности. Ее защитники явили пример подвига веры, торжества русского духа. Знаменитый келырь Сергеевой Лавры, старец Авраамий, написал в своем сказании об осаде Троицы Сергеевой Лавры. На дом великого чудотворца вся Россия как на солнце смотрела и на его молитвы надеялась. Все окраины российские против врагов укреплялись. И хоть и малая искра огня божественной любви загорелась в обители чудотворца, но в конце концов великий пламень добродетеля запылал. Этот огонь в пору великих испытаний воспламенил дух русских людей, укрепил их мужество, верность Богу и Отечеству, вызвал к жизни волю, к освобождению от иноземной власти и к национальному возрождению Руси. В январе 1610 года враги отступили от Троицы Сергеевой Лавры. Осада была снята. Но еще почти три года польские захватчики топтали русскую землю. Пламенные воззывания главы церкви, патриарха Гермогена, а также троицкого настоятеля Дионисия, подготовили атмосферу, в которой было сформировано второе ополчение Казьмы Менина и Дмитрия Пожарского, освободившее Москву от интервентов в октябре 1612 года. Обо всем этом и рассказывает повесть «За святую обитель». Автор данной книги Владимир Петрович Лебедев известен как автор многих исторических повестей и очерков. В богоборческий период времени его произведения были закрыты для русского читателя, ведь Лебедев являлся верным сыном православия, и это бесспорно сказалось и на оценке исторических событий, и также на характеристики исторических героев. Они описаны именно с точки зрения реального, неискаженного православного видения. И вот теперь повести Лебедева извлечены из хранилищ и призваны возжечь в юных сердцах любовь к истории, к Отечеству и к православию. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok